После всех известных событий, связанных с пандемией коронавируса, полевские теннисисты довольно тяжело входят в привычное соревновательное русло. Например, этот турнир впервые за 10 лет существования клуба любителей настольного тенниса Александр Невский собрал рекордно малое количество участников. Всего 10. 8 мужчин и 2 женщины. Ожидалось, несомненно, больше, однако по различным причинам смогли не все, а также совсем не было среди участников детей, для которых обычно проводился отдельный турнир. Однако, несмотря на малое количество спортсменов, уровень теннисистов по-прежнему высокий. И за год отсутствия официальных соревнований их мастерство никуда не делось. У нас единственный клуб, который не закрывали. В Северском там ветераны у них, если не стандартно, закрыли. Но они к нам некоторые приезжали заниматься. Ну, вроде, я так сам переболел, в сентябре еще. Ну, а так у нас не было таких шобус, что кто-то заразился, заболел. Мы сейчас соблюдаем, как сказать, дистанцию на столах. Ну, и приходим в масках, здесь, правда, снимаем. Зато в этот раз добавился один новый участник. Эдуард Завьялов родился в Полевском, но в 17 лет отправился покорять Москву. Там окончил институт, женился и остался работать. И вот на праздники приехал в родной город, где совершенно случайно узнал о теннисном турнире. И поскольку с детства занимался этим видом спорта и до сих пор продолжает увлекаться им на любительском уровне, просто не мог остаться в стороне. А мне примерно, если сказал, ну, здесь. Поэтому на работе тоже в теннис играем. В парах тут заняли первое место с девочкой. Я просто посмотреть пришел. Ну, как бы, просто тяжело играть. Просто вчера с ним вчера. Вчера с друзьями, поэтому так, ну, чисто играть. А вот Любовь Хлызова – постоянный участник городских теннисных турниров. А с тех пор, как 10 лет назад был организован клуб «Александр Невский», она не пропустила ни одной тренировки. Не останавливает Любовь Алексеевну даже то, что живет она в селе Курганово. Ну, стараюсь, стараюсь. Ну, тем более, что я на пенсии. Мне это легче делать, чем человеку работающему. Но, тем не менее, вы из Курганово приезжаете? Да. Приходится, да. Потому что там ничего такого нет. Любовь Хлызова советует всем, вне зависимости от возраста, заниматься настольным теннисом или любым другим видом спорта. Во-первых, здоровье. И хороший тонус. Мне очень нравится это. И даже сына учила теннису специально, чтобы он тоже был здоровым, чтобы любил спорт вообще. В итоге среди женщин Любовь Хлызова заняла первое место, обыграв единственную соперницу Наталью Шалаумову. А среди мужчин не было равных Николаю Подольскому. На втором месте Николай Горобец и замкнул тройку Павел Сорокин. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала.